В общем-то, хорошо, потому что, ну, кроме нас здесь еще сейчас работают, пригласили, вот они там расписывают домой в храм с Троицей Сергийской лавры, конописцы, и это, мы с ними так познакомились, посмотрели, как они что пишут, это достаточно такой хороший уровень, и это приятно, это то, что на самом деле сейчас оказалось в иконописи, как бы ни странно, когда началось 90-е годы, все шли, каждый шел своим путем, как настоящие художники, все подошли к этому, и вот во всей вот этой, ну, назовем православной икумении, что Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Сербии, Болгарии, Румынии, Греции, вот такое было активное движение в сторону этого искусства, и в конце концов какие-то за эти годы, эти там 20 лет, определились магистральные пути, все примерно от чего-то отказались, к чему-то там другому пришли, то есть остались, ну, кто-то нашел свое искусство, какие-то адепты, но в целом вдруг оказалось, что все, которые занимаются именно церковным искусством, они в какую-то, даже независимо друг от друга, нашли общий такой, общий выход, это в большой степени в массе своей, это приближение к 14 веку, такой там был период достаточно натурной анатомии, ну, то, что параллельно было, где Виталий вот это предвосхищало возрождение, и в Греции то же самое, в Византии происходило, и вот такой был очень интересный, специфичный период такой гибкого искусства, такого очень сложного, там, многогранного, фантастического, и вот все как бы к этому пришли, ну, и мы, и вот сейчас ребята рисуют, тоже вполне себе в эту струю как бы вкладывается, поэтому это хорошо, дело в том, что у нас, ну, по сравнению, допустим, как в России это происходит, там же огромное количество, там с 90-х годов столько храмов расписанных, там, сделанных мозаик, еще у нас же этого ничего не происходит, поэтому у нас остается только как бы исторический такой контекст, вот, это как в современной архитектуре зданий, там еще что-то, у нас не происходит этого процесса, вот, у нас он, а исторический контекст, как бы, вот, какой есть хороший, постепенно разрушается, вот, а то, что ново строится, там, это вот хуже как-то, вот, а здесь остается такой культурный большой багаж, но ново, вот, был Успенский храм построенный фактически, вот, сейчас кафедральный собор строится, это же только сейчас происходит, если сравнить с положением, это как в России, да, там же уже везде все построено, вот, поэтому у нас такое отставание на эти 20 лет происходит, но не в искусстве. Что такое, если сравнивать с современным, там, не знаю, европейским искусством, то, конечно же, все остались в 70-х годах, вот, и это вот осталось такое, и оно уже на то-то время, когда делали не было современным, то есть это все очень условное понятие, тут важнее даже, все-таки, понятие современности, оно немножко лукавое, это понятие хорошего искусства и вообще просто наличие искусства, вот, это, это сложнее, ну, как бы, это больше, вот, а искусство есть, это точно, потому что в этом-то даже главное наше, и как иконописцев, нужда в общении с нашими художниками, потому что это люди, делающие искусство, вот, они продолжающие делать, пусть они сейчас не выглядят, то есть это, да, немножко, оно немножко устаревшим в среде какой-то вот этой моды, еще что-то, а наши молодые художники, которые поездили по Европе, они вообще перестают уделять внимание качеству искусства, потому что основная тенденция современного, это потеря качества, вот, не работают глубоко, не работают со всей вот этой метафизикой, ну, достаточно какой-то социалки такой социального, вот, и это все, поэтому, конечно же, нам есть чем вот у наших старых мастеров учиться и всегда, это вроде бы какие-то непересекающиеся вещи, но это немножко близкое все, ты получаешь глубину, заряд глубины всегда. Наши же молодые художники, с которыми, ну, мы так хорошо дружим, все поддерживают контакты, вот, хотя уж сам уже не молодой, и наши молодые художники уже тоже не столь молодые, но вот последнее, по крайней мере, вот этот принятый в союз, еще что-то, это, они пытаются быть современными, это ведет к потере глубины, вот в чем вопрос, но они все коснулись хорошего нашего глубокого искусства, наших вот этих всех, таких вот наших стариков-то, которые сейчас, которые раньше всегда так же бились против своих стариков в свои годы, но, ладно, это не важно, но вот они коснулись этого, по, как следует, пообщались, и с ними всегда ты можешь, ну, у них есть это понятие приоритетов, даже они могут с этим не соглашаться, уходить в чего-то свое, там, еще что-то, отрицать это, но, как бы, отрицать, но уже обойти это не могут, потому что они видели, они знают, что это глубоко, знают, что это серьезно, и уже это есть некая точка соприкосновения всегда, как некий, ну, такой вот маяк, что вот это серьезно, хорошее искусство, это касается, вот, и уже, это уже дает какую-то веху, вот, когда что-то свое они делают еще, и есть о чем говорить, то есть это же главное, оно вдруг таким служит критерием хорошим, вот, что там, а вот посмотри, ну, да, вот, ну, сейчас можно и не так, то есть всякие разговоры, но он есть критерий вот этого хорошего глубокого искусства, и вот это главное, и оно, вот, эту всю молодежь, эту нашу в Архангельске, середвинцев, оно, как бы, зацепило, искусство, и это таким вот послужит таким, не знаю, отправная точка, это прекрасно на самом деле, только куда отправляться, вот, в современном искусстве. Видишь, актуальность искусства, там, провокации, еще что-то, у нас, к счастью, у нас не, никто, может быть, вследствие северного характера, еще нет задачи провокации, а без провокации, какое искусство сейчас, вот, а тут они не ставят такую задачу провокации, они ставят задачу живописи глубокой, каких-то таких более серьезных, там, не знаю, вопросов, ответов на эти все вещи, но не провокации, а актуальное искусство должно быть провокационно. Есть у нас художники, которые, вот, делали выставки, там, в Санкт-Петербурге, их там, закрывали, они вынуждены, там, были бежать за границу, за рубежи, вот, вот оно, поэтому, и такое искусство, в общем-то, у нас есть, но оно, видите, как заканчивается. Что, что хорошо, вот, когда я познакомился с Сергеем Егоровым, вот эти 90-е годы, я, я же был, ну, как, как обычный человек, который, там, ходил в музей, еще что-то, но, допустим, вот в этом, таком полуабстрактном, фигуративном искусстве, я не понимал совершенно ничего, как в живописи, то есть, хорошо это или плохо. И все-таки плюс то, что ты общаешься и смотришь работы наших всех, в этих выставках, все постоянно, ты начинаешь отличать, что такое глубоко, что не глубоко, хорошо, плохо, ты начинаешь разбираться вот в этой ткани, вот сложнее, искусство, даже разбираться, ты начинаешь ее, ну, воспринимаешь уже, вот, и для себя уже можешь ответить, что это нравится, это не нравится, и это не будет просто такая вкусовщина, тут зелененькая, здесь красненькая, то есть это будет сложнее уже, вот. Критерии оценки-то и получается, что ты уже воспринимаешь это искусство, как что-то хорошее, еще что-то там, и можешь отличать. Вот они, критерии эти заложены, я как и про молодежь говорил, они уже заложены, эти критерии, это хорошее искусство. Потому что есть, конечно, искусство, которое сейчас уже никто не делает, там, я не знаю, вот Котов, допустим, вот посмотришь его работы, они все фантастические в плане искусства, но так уже никто и не будет писать, и это уже неповторяемо, вот, в таком вот стиле, не знаю, натуралистическом, там, я не знаю, это не соцреализм, но все равно, вот, он достаточно. Уже никто и не повторит, но ты это видел, и ты понимаешь, что и в таком виде искусства оно может быть достичь таких глубин и вершин, поэтому вполне. Кикнепси все-таки это приход не как в неком развитии искусства, наверное, это все-таки некий религиозный подход, то есть это как человек может прийти в церковь, все-таки это отражение таких глубинных духовной, как бы, жизни человека, и оно, а так как человек в искусстве, допустим, честен, вот, он понимает, что его сфера интересов, что ли, стала вот затрагивать, вот, вера, там, не знаю, какие-то божественные, там, ангелы, и он не может уже это обходить, и выражать он пытается, наверное, вот, пытается найти вот этот язык, понять, по крайней мере, который был средневековый язык, как он достаточно такой идеальный язык в своем развитии, как бы это такой пик, на самом деле, искусства одухотворенного. И, ну, вот, может быть, поэтому, потому что, когда само по себе искусство, и человек, который, живя в своем искусстве, видит какие-то, ну, там, фрагменты, вот, там, есть лики ангела, там, какая-то структурность, допустим, более, еще он это может в каких-то работах отразить раз-другой, но это не то же самое, что постичь этот язык, вот, а он своеобразный, и он очень большой пласт этого языка средневекового, все-таки там и влияние античной культуры, у которой тоже своя тысячелетняя культура, и это очень серьезный там багаж идет, вот, поэтому туда прийти, не знаю, слишком от многого своего отказываться придется. Это немножко отдельная история, вот, поэтому просто художник, уже сформировавшийся в векнопись, это редчайшее явление, когда он приходит, это был такой подъем 90-х годов, но когда такие же художники просто становились монахами, уходили, отрицали, ну, уходили из мира вообще, то есть это все-таки нечто такого именно духовного подвига сродни что-то, это просто уже было отрицание своего прошлого, своего прошлого опыта, вот, это не было, это не может быть, скорее всего, каким-то поиском, вот, поэтому как, именно как поиск чего-то, так художники сейчас, я не видел, что приходили к иконописи. Сейчас все-таки уже большой пласт сформировался, когда молодежь, она прямо начинает заниматься иконописью, или как в Греции, вот, где у нас много тоже знакомых иконописцев, там, они начали все, они, там, 72-го года, там, учился, начал заниматься иконописью. Это еще только еще, как ты не родился, у них багаж очень большой, и они занимаются только иконой, вот, и какое-то уже там свое развитие такое у них происходит, но нет вот этого, как бы это не так, наверное, происходит, все-таки искусство, оно свои рамки создает, вот, как ты выражаешь вот это себя, почему человек, создав, там, выбрав, там, свой стиль, еще что-то, это, он может на разные темы, там, разговаривать, а он не меняет уже свой стиль, он же не может из него выбраться, все-таки это уже тоже, она создает свои рамки, очень-таки мощные, ты куда денешься, ты все не отбросишь, весь свой багаж, вот, и это очень такое, поэтому это всегда среди такому подвигу, вот, как с Сергеем Егоровым произошло. В иконописи, в церковном искусстве, как бы, ты же, у тебя же достаточно узкая тема, ведь, все-таки, она, конечно, бесконечная, это человек и Бог, и их взаимоотношения, но в какой-то степени это все равно, она заужает, там, а поэтому это уже накладывает рамки, в отличие от искусства светского, где ты можешь говорить, там, о чем угодно, какими угодно средствами выражать, вот, свои идеи, еще, здесь все-таки степень выражения, ну, это как в классической музыке, вот, все-таки, скрипка среди варий, еще что-то, она накладывает ограничения, что ты будешь и как выражать, вот, это не умаляет тебя, но накладывает ограничения, вот, но меньше не делает это искусство, то есть, это немножко такой миф о требовании такой свободы, хотя свобода, она внутри, и несвободных художников, которые делают, там, годами одно и то же, их очень много, но они уже несвободны своим создавшимся, своим стилем, там, еще, это, мы все в этом смысле не способны к внутренней свободе, вот, это, на самом деле, это главная проблема, а не внешнее ограничение, там, выражение себя, минимализм, вот, это выражение, это прекрасно, это как черно-белая лента, это тоже, где же тут свобода, это никакой свободы, однако, ты получаешь другие возможности, вот, в этой несвободе, это поразительно, как бы, ну, это все парадоксально, и в этом это же искусство и есть, оно строится, вот, на таких парадоксальных вещах, поэтому, есть понятие, да, конечно, вот, может быть, тут развить, может быть, тему, как понятие канона, вот, оно очень условное, уже, ну, уже, ну, не знаю, уже, по крайней мере, раза три были конференции, посвященные канону в искусстве, причем православной конференции, где о каноне рассуждали, допустим, священники, ну, те, кто не практикуют никакой вид формы, ни архитектуры, ни искусства, они так это условно рассуждали, вот, а когда доходило до людей искусства, которые это делают, все понимали, что это, не знаю, его, как бы, нет канона, просто, когда ты говоришь о святых вещах, о святыне, у тебя появляется вот этот канон, как влияние вот этого Духа Святого на человека, то есть, он не может там, немножко какие-то общие, что ли, есть, такие появляются, не знаю, какое-то вот это движение, течение, которым ты можешь вот чуть-чуть в него, как ручеек, чуть-чуть попадать, там, идти своим путем, но оно четко начинает ощущаться, как это может быть, как это может выглядеть, то есть, ведь изображение человека, там вот, по сути дела, мы делаем портрет, и что бы ты там ни придумал, ты ничего уже не придумаешь, что не было создано более абстрактно, менее абстрактно, более там одухотворенно, как-то так, не знаю, более плоско, все эти способы уже сделаны, все это, шикарнейшие там портреты созданы, где есть весь психологизм, еще что-то, то есть, это все уже человек, на самом деле, эту тему раскрыл, вот, но она в то же время остается всегда и загадкой, то есть, она до конца, как человек, он остается непознанным, вот, поэтому есть, это можно снова и снова повторять, рисовать, вот, варьируя это как-то, как тебе кажется лучше, там парадокс есть, и это многие иконописцы отмечали, чем, вот лик Христа, когда иконописец, он чем более вдумчивый, чем он более старается походить на древние образцы, где он видел, он из этого вытаскивает некий внутренний образ, того, чего он пишет, и уже сам, чего из практики, какой-то своей молитвы, он уже знает, ну, как оно условно, как мы верим, как мы видим Христа, вот, и, и вот он чем больше ищет, чем больше старается соответствовать точности, вот, облик Христа, тем он вдруг становится более индивидуален, вот, и вот это парадокс, и уже все отметили, что те, кто больше работает, вот, те, кто точнее ищет, больше правды, у того вдруг больше проявляется индивидуальность, хотя в тот момент поиск вот этой истины, он готов отвергнуть свою индивидуальность, как ему мешающую, ненужную совершенно, вот, и это парадокс такой, все уже иконописцы, то есть, так как это люди тоже у нас, все наши такие думающие художники, все отмечали, что вот, есть кто работает, вот, тот, кто отринул свою индивидуальность, его искусство индивидуально, вот, и тот, кто как бы цепляет за что-то, вот, как бы все, маски, форма, в общем, не достигает чего-то. Себя, можно сказать, что себя изображает, да, но тут, дело в том, что изображает это себя, ну, все-таки, когда очень серьезно, и вот эта печать себя, она в какой-то, больше она проявляется в каких-то средних величинах, на самом деле, не тогда человек, когда ничего не умеет, вот, и не тогда человек, когда очень, абсолютно все умеет, она где-то ближе посередине, когда это делаешь легко, быстро и профессионально, вот, она тоже, будь здоров, себя это проявляется, просто это, своя рука еще, манера своя, ну, даже Эль Грека, рисовал, хоть там испанцы, еще рисовал одних греков, и все понимали, что все кругом у нее греки получается, вот, и это, ну, не изменить было, вот, но, тем не менее, все-таки, это было бы, наверное, так слишком бедно сказать, что, ну, да, вот он, и рисует он себя все время, вот, что у него не есть, это все он, 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 это все там, вот он, идеальный объект, сам себя воспроизводит, почему появляется, что похоже, потом начинаешь узнавать, что вот, это вот, этот художник, и он, особенно, когда, видишь, это в портретах же видно, вот эти странные черты, лиц, глаз, там, носов, когда человек не пишет портрет, там, это не так явно видно, а вот в портретах начинается видно, что вот, это один, ну, это старая история же, когда рисовали политбюро художники, что видно было, это один рисовал художник, как бы они все копии его, а это другой, вот, и при этом он и не старался, вот, рисовать-то так делал, однако все равно сам получался везде, вот, это, и в иконе, конечно, это, наверное, может присутствовать, но все-таки здесь, какая-то большой багаж, не знаю, культурный, и вот этой, как бы, вот этого образа, создания образа, там, Божьей Матери, еще что-то, он, наверное, должен это сбивать, как бы, это все-таки, когда человек очень вдумчиво, может быть, серьезно пишет портрет кого-то, он не сделает, он будет транслировать что-то, да, другое, там, или создавая из того человека, но себя он не будет проецировать в этом искусстве, тут, это важнее, это именно себя не проецировать, вот в этих, это было бы так глупо, столько лет потрачено, там, на усилия, на создание такого профессионализма, какого-то, в искусстве, а ты на самом деле закончишь тем, что рисуешь себя, вот, как единственную, как бы, красоту, которую ты познал, это, ну, в общем, это какое-то, наоборот, поражение такое получается, а транслировать, ну, да, через тебя, что идет, ту истину, которую ты, как бы, тебе кажется, воспринимаешь, ну, насколько ты можешь воспринять, насколько ты можешь, но смотрю я по себе, какие-то вещи, которые мне там нравятся, и вдруг мне кажется, каким-то, каким-то откровением, когда ты делаешь, что это так, все-таки ты анализируешь, у меня такой, склад ума, я пытаюсь потом это, всегда обдумать, еще, я вдруг вижу, что, а это-то родом из детства, вот это-то вот меня тогда-то зацепило, таким вот, и вдруг я вижу, понимаю, что, как бы, это тоже, в тебя как-то вложено, вот, потому что совершенно там обнаружил, какой-то там, я видел какую-то иллюстрацию, фантастическую повестям, графику, вот, в журнале «Уральский следопыт» в детстве, когда там, любил читать фантастику, там, рано очень начал, там, отец выписывал, еще, была очень хорошая графика, она такая была очень условная, и вот, я вдруг, делаешь почеркушки, видишь, что, ага, вот, что это вот оттуда у меня, и потом специально я нашел, все это нашел в интернете, смотрю, точно оттуда, вот, а вначале не мог понять, почему вот мне именно это нравится, почему так вот, зацепило когда-то, или когда вот я увидел, мне нас, у меня мама приходила к детям, и что-то она им нарисовала, и я вдруг пришел, и вижу, что мне показалось, что это я сам нарисовал, такая простенькая, я понял, что рука у меня, вот рука, абсолютно мамина, то есть она абсолютно мамина рука, и вот какие-то потом еще, я видел у нее, что-то она такое, она мне очень любила рисовать, вот, но она такое, все, рисунок такой простой женщины-домохозяйки, вот, ну там, ребеночка, или чего она там нарисовала для детей, для девчонок, а рука моя, вот, точнее у меня ее, и ты это видишь, что это так поразительно, поэтому способность транслировать что-то, она такая тоже все, мы верим, что это так, и, наверное, это происходит все-таки, нечто большее, но это на самом деле, это главный, главный, как бы, вопрос искусства, вот, ты выдаешь что-то, что-то большее, что ты сам, ну, даже то, что ты не можешь объяснить, потому что это все-таки в нашем русском искусстве, это, пожалуй, главное, не так, не как вот сейчас, вот, в чем и тоже разница с европейским искусством, они так, вот там, поставил там что-то в предмет, да, там, что-то сделал, и философскую концепцию, раз, вот, а у нас, художники наши, а какой мне смысл что-то делать, когда это я могу объяснить словами, вот, делаешь то, что ты иначе не можешь объяснить, когда у тебя просто нет слов, вот, когда это все, и это не от глупости художника должно, а от более сложных материй, для которых слов-то нет еще, вот, и вот тогда это, да, там, Вау Шарко, но никогда философская концепция, вот, в этом такой тоже парадоксальный момент есть, вот, и это плюс наших художников. Это надо вам поговорить, конечно, с ними самими, потому что, на словах это, но, немножко, они индивидуальны, все немножко разные, но общая печать у них хорошего искусства есть, а она видна. Это как хорошие люди, могут быть все разные, а чем-то они все похожи, тем, что хороший человек. Вот, и здесь также вот это хорошее искусство, которое они делают, вот, ну, бывают разные, бывают чуть-чуть похуже, там, это по халтурости, это получше, работа разная бывает, но по лучшим, да, ведь надо по лучшим, каким-то работам ориентироваться, то, безусловно, вот эта печать, глубоко хорошее искусство, она есть. Если в этом мы возьмем в социальном плане, не в плане уже воздействия искусства, когда остался последний скрипач, и он на своей изломанной струнке на одной что-то выдает, и это гениально, а все остальные уже как бы разъехались, это одна тема. А если вот так вот социально брать, то да, это все, все-таки последнее наше эти, из магикан, вот, последнее, потому что выставки, да, беднее, вот, художники старее, сил, энергии нет, желание доказать всему миру, оно прекратилось, это, как Табаков говорил, что искусство это гормональное, вот, когда ты представил, у тебя проезжают, это, пропадает желание, нравится и доказывать, то как бы тебе нет смысла делать искусство, становится, ну, это, конечно, так, тоже достаточно такой правдивый взгляд, вот, по крайней мере, доказывать им уже нет смысла, ничего, они уже все состоялись, все себе доказали, вот, и вообще познали всю тщетность этого всего, вот, приобрели мудрость, и на этом, так сказать, искусство мужественно заканчивается, всякое, потому что это удел молодых, на самом деле, тем, кому кажется, что они могут, вот тут, удивить весь мир, вот, или, по крайней мере, прославить себя, для них это, в общем-то, однозначно, это, да, другое, все, старики стали, есть чему учиться, сами они уже делают, уже все, как бы так, могут, но, на выставки, да, входят в основном одни и те же люди, или которых с художественной школы заставляет молодежь, вот, вот, ну, тогда, что такое общество, у нас общество очень разное, оно же разделено, те, кто смотрит это, те, кто там ходит в кирху, те, кто просто там, хорошо когда-нибудь в кино ходит, вот, оно все же разное, и, ну, в целом, наверное, то общество культурное, которое, оно так, смотрит, понимает, что это повторы, одно и то же, но в этом отношении я их пойму, как и, если бы я выставлял, были выставки регулярной иконописи, ты раз-два посмотрел, более-менее стал разбираться, а что больше-то смотреть об одном и том же, и у них, в этом смысле, наверное, вот в этом обществе это вызывает скуку, вот, но может быть еще то, что, какой-то уровень все-таки понизился, потому что, ну, не знаю, там, какие-то социальные явления, такие, что художник перестал быть носителем чего-то большего, какой-то там истины, или какой-то свободы в обществе, оно и так, как бы, стало свободным, и там носитель истины, это носитель денег, вот, стал, наверное, поэтому, такая, победила концепция, вот, что, как бы, истина только в деньгах, вот, поэтому это, все уходит в этом отношении, и не знаю, что дальше будет, но дело в том, что это везде так, это везде в России так, а в Европе это давно процесс такой прошедший, но там, 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 они другие, там другое, там другое работает, там все-таки социальное какое-то, не знаю, там есть некое понятие общества, вот этого, и культурное общество еще, и они так сами в себе варятся, и им выдают какой-то продукт, не знаю, там социальный, там еще какой-то, у нас же отсутствие общества, разобщенность, и отсутствие вот этого гражданского общества, и общества какого-то культурного, оно есть, вот мы с вами общество, но оно такое маленькое, и по отношению, допустим, к 300 тысячам Архангельска, оно, ну, такое, как клуб по интересам, вот, не знаю, общество, инвалидов, вот, такое, к сожалению, оно, небольшое, да, и вот оно не делает атмосферы, и не служит, что ли, каким-то лидером, в выражениях, еще что-то, почему, почему оно не служит лидером, ну, да, наверное, потому что, вот, художники наши все постарели, не хотят выбиваться в лидеры, или это стало так опасно, вот, нельзя провоцировать, вот, еще что-то, или наоборот, им стало это неинтересно, занялись серьезным, глубоким искусством, вот, это такие, вот, я не знаю, такие механизмы, почему происходят, но в целом, вот такое плавное схождение на нет, оно, конечно, есть, это так обидно видеть, потому что те, кто говорят там про 80-е, даже 90-е годы, это ни с чем не сравнимо, просто это был всплеск, пик, ну, все циклично, может быть. Вот, это поразительно, что тот заряд, не знаю, будем в положительном, это как к слову европейский, принесем не современный политический контекст, а такой культурно положительный момент, и вот тот заряд европейскости, который был здесь в Архангельске, начиная с 16 века, был привнесен, он какую-то играл положительную роль, как ни странно, но там мы тогда в какие-то, не знаю, углубляемся в историю там, а кто такие поморы, еще и почему там какая-то большая была там степень самоуправления, в отличие от других областей, то есть там много таких вот этих моментов, созидающих город, что тоже, там, не знаю, гостиные дворы строили здесь, это был огромный там подряд, это был самый большой, который государство тогда создавало, ну, отдавало подрядным организациям, крестьянам, чтобы они одни делали железо, ковали другие кирпичи, не нагнали просто крепостных, вот и сделали, а вынуждены были здесь в Архангельске подрядным организациям, чтобы они это строили, потому что людей-то не было тех, которые тебе будут просто так делать, все были люди свободные, и ты уже должен был действовать по европейским меркам, вот, и это, как бы жаль об этом, но это много у нас таких историй, которые вот достойно выглядят по отношению к основной массе России, и нам, по-моему, уже всегда есть чем гордиться, да, начнешь хвастаться, до вечера не закончишь, но это такой другой момент, ладно, об этом можно много говорить, но вот этот заряд, он с самого начала был, в европейской степени, это как заряд у Пскова и Новгорода, чуть-чуть был свой, вот, и, может быть, это как-то было так взаимопроникновенно, потом, да, кофе пили, норвежская посуда, как-то еще вот это, какую-то свою, такое возникало, своя особица, вот, чем, безусловно, какие-то горожане гордились, вот, опять же, там, уровень кораблестроения, еще какой-то там, был достаточно высокий, но и если старые фотографии посмотреть, 19 века, какие-нибудь там, вот, какие близко здесь северные города, которые там, в Финляндии, в Норвегии, они ничем от Архангельска не отличались, то есть вот Архангельс, помните, своими старинными домами, своими такими небольшими улочками, или какой-нибудь там норвежский городок, они были совершенно одинаковые, те же корабли, такие же, такой же уровень, не знаю, вот этой культуры, вот, все-таки революция, и вот тот, вот этот социальный такой взрыв, там, или надлом, вот он изменил все, он как бы пытался сформировать нового человека, это перемещение огромных масс людей, там, не знаю, потеря понимания, что такое родина, вдруг стала большая советская родина, а не свой там север, понятие малой родины, вот это, как бы уничиженное, хотя, как родина только одна, там, где ты родился, и что ты любишь, вот, она ее нельзя там распространять, там, так высоко, сейчас приходят альбомы, общие, ну, такие, где по всем отделениям, союзу художников, большие подборки, фотографии, будешь художник, смотришь и думаешь, ха, мы-то молодцы, вроде бы, по отношению к какому-то экономическому, такому, в России, такой заштатный городок, да, вот, какой-то там, маленький бюджет, маленький это, искусственный, но это еще у Шаргина об этом сказано, что там один, то ли это, кто из художников, таких местных, он сказал об этом, что так как у нас земля неплодородная, мы много тут вынуждены, как бы, заниматься разными искусствами, вот, и у него еще об этом тоже, то есть это давно задавались вопросом, те же все эти, вот, наши расписные, там, прялки, там, росписи, мизенские, ракульские, там, подвинья, все, и создала вдруг такой куст разных стилей и направлений в народном искусстве, локально, вот, именно территории, вот, этой такой, своеобразной, поморской, кумены, подвинья, бонежья, там, не знаю, мизени, вот, это уже тогда было, и вот эта печать еще какого-то коренного населения, то есть тут дело не в севере, потому что возьмем Мурманск, все-таки большое количество приезжего такого населения, совершенно чужого, по отношению к своей родине, оно, как ни странно, дело в том, что все советские люди, ничего в умах нет, это действует на остатках каких-то вот таких, не знаю, странных внутренних посылов, каких-то вот, почему так, вот, и мы, эта разница, она так, настолько условна, что просто мы, если мы начнем на нее обращать внимание, мы ее увидим, так-то мы можем ее и не разглядеть, вот это так вот. На самом деле поразительно, вот это, допустим, что конкретно по росписям, приала, по росписям, по дереву, очень большое, взаимодействие все-таки было с северными странами, со Швецией, вот, ну, тогда и не было, собственно, Финляндии, была Дания до Швеции, вот, с этими странами, и огромное количество, допустим, в 16 веке, мастеров, которые занимались по серебру, серебро-ковач, вот, это все были практически, те, которые во время, вот тут вот, были войны у нас со Швецией, это те, которые были в плену, вот, они все там обучились ремеслу, сюда приехав, будучи крестьянином, они себя тоже регистрировали, как, вот, человек такой профессии, а это дополнительный налог шел, то есть это не просто, то есть это не было статусом, а это значит, ты будешь еще больше платить налогов, то есть это все-таки именно те, которые занимались, и в Халмагарах было такое огромное количество, и везде здесь, и вот этот пласт искусства был принесен, потому что многие отмечают, похожесть норвежские там, где-то вот росписи есть по дереву северных, но нельзя говорить, что это оттуда взяли, это взаимопроникновенное было все, вот это искусство, потому что тут можно прийти к тому, что люди-то делятся не по языкам, там еще, они делятся как мир животный, как вот белые медведи, они же везде, и в Канаде, и здесь, они одинаково белые, и отличаются-то они, как бы не те, которые канадских от русских, а от бурых отличаются, вот, так же, как и мы возьмем по южную, там, как бы как не любил греков, но что греки, что итальянцы, что испанцы, их особо и не отличишь по разнице, ну, можно так, когда глаз, уже такой, насмотренность есть, вот, а так все южане, вплоть до турков, вот, и разница-то именно она такая вот, по вот этим зонам, жжане, средняя полоса, северяне, и вот это, ну, на самом деле, политические какие-то вещи, они изменяют человека, вот именно, какие-то языковые еще, а в целом, какой-то типаж человека, ну, это вот я вот такую вот, концепцию такую, допустим, выдвигаю, вот, похоже, и эти уровни взаимодействия, взаимопроектовения, какие-то общего искусства, еще, конечно, они будут больше, вот, поэтому, европейскость, которую получали, она немножко, она более северная, и она, в общем-то, она шла еще от Новгорода, это печать, которую получила, не знаю, какая-то вторая волна, после разорения Новгорода, куда здесь, по житиям святых, у них все родители, у них все сбежали, оставшись в Новгород, еще что-то, это печать какого-то, на самом деле, печать потери Родины, вообще, мне кажется, это важно, в поморском вот таком вот характере, потому что, когда читаешь, там сохранили все легенды, сохранили они, и там развитие ремесел, от того, что они жили на самом краю, экономически неразвиты были, это чрезвычайно такой вот штамп, который мне всегда кажется настолько глупым, потому что, мне кажется, психологически более сложнее это, почему все имеем, которые мы русские былины, это сохранили поморы, вот, все там, даже финские, вот, даже белье муромцы, ничего там не знали они, ни в Муроме, ни в 18 веке, пока не собрали здесь, то есть, а это печать, мне кажется, потери своей вот этой родины, новгородцев, все-таки большой, то есть, от этого и уход в Сибирь, большая часть, потому что все, как новгородцы, называли сопкой, гору всякую сопкой, звали, так и здесь, где были сопки на Мурмане, назвали, так и сопки Маньчжурии, назвали, и это назвали поморы, конечно, вот, кругом, и Новый Архангельск построили, и назвали его Новоархангельск, конечно же, а не Новомосковск, вот, и это, вот эта печать, может быть, именно в этом традиционном, а потом еще старой веры, когда тоже, опять же, очередное поражение, потеря веры, религии, которая была, вот, общая, как бы потеря вот этого, и это наложило такую свою печать сохраненности древних традиций, и в то же время, как бы способности воспринимать что-то другое, путешествовать куда угодно, вот, потому что те же сказочки, какие там Шергин писал, там, Ваня Датский, еще что-то, найди-ка ты это сейчас, как это не патриотично звучит, в сфере вот такой волны патриотизма, такого вот русского, какой же Ваня Датский, что же, где тут патриотизм, там, еще что-то, как раз морской народ, это другой немножко, в таком, в геополитическом плане, это народ подобный, не знаю, там, шотландцам, еще каким-то, какие были моряками, вот, свободно открытый миру, свободно путешествующий, куда угодно. Во-первых, это восприятие цвета, об этом, как-то мы не раз говорили, и общались мы с, а с кем я сейчас не напомню, а тогда с бывшим директором художественной школы, рассказывала она, как у нее девочка, она армянка, она здесь художку, практически там, сколько-то там классов, ей там, не знаю, буквально один класс, они переехали в Армению обратно, вот, и она приезжала оттуда, как-то сюда еще тут, на лето рассказывала, что там ей говорят, что ж ты все серым-то мажешь, ты вот красный, так пиши красный, а это что ж ты зеленый, зеленее, синий, синий, вот, потому что цветовосприятие наше, сложных серых оттенков, я об этом как-то упоминал, и оно именно создаёт некую, такую своеобразную ауру, другого искусства, но то же самое и, не знаю, в других там скандинавских странах, может быть, что мы возьмем по старому искусству, там 12 века есть, это близко, вот, вроде бы корни там разные могут быть, и в Византии там, и у них там с Англии, что-то еще, вдруг общая печать еще, в то же время вот эти, какие-то расписные там, очень яркие, те вещи, они яркие-то яркие, да вот, они культурные, старые-то вещи, потому что, когда сейчас бывает смотришь, красят их гуашью, подражание, а красят-то хуже, потому что, ну, как примитивно немножко относятся к цветовой культуре, вот, а цветовая культура, она и есть выражение вот этого души, потому что одно дело ты нарисовал цветочек там, или там какая-то схемка, где у тебя там всадники, еще что-то, это одно, а как, это, ну, что ли, это интеллект, вот, график, это интеллект, а вот это цвет, это вот такая вот открытая душа получается, вот, и цветовой культурой, я много с нашими, кто занимается вот этими, росписями обучает, я говорил, что вам бы надо вернуться к тем бы пигментам, которым я не расписываю прялочки, а не буашью, и не троллаком закрывать, потому что вы не будете всегда делать хуже, и это видно прямо, хуже и хуже, как бы и бессмысленнее, и бессмысленнее, вот, они не постигают ничего, кроме того, что вот это такая манера, еще научиться, ну, те, кто, по крайней мере, воспроизводит это все, вот, и цветовая культура-то другая, поэтому она есть, вот, безусловно, вот это отличие, особенно, особица, это просто северянина, это очень, оно, как бы бросается в глаза, однажды, я даже где-то фотографировал, и пытался это, не знаю, рассказать, когда в магазине, в большом, но это было не сейчас уже, сейчас это прошло, а такой момент, как-то я застал, вдруг это увидел, когда вот эти большие лотки, где пельмени, там, еще какие-то, вот эта рыба такая лежит, вот, в магазинах, и они такие вот открытые, широкие, и, я видел вдруг, такое, ничего-то серого, сдержанного, такой большой кусок, я смотрю, это все архангельское производство, котлеты там, архангельские, рыбные, пельмени, еще что-то, еще, а потом дальше, раз, цветное, там все, и это уже там вот, что-то там московское, Санкт-Петербург, такое, я просто был поражен, я это специально сфотографировал, потому что было видно, это же не люди искусства занимаются этим, это те, которые говорят, надо нам яркую упаковку, надо, чтобы бросалось в глаза, они говорят, хорошо, и так, аааа, и не могут ярко, то есть, сейчас, да, научились пересиливать себя, пересилить свое естество северное, свое, свое понятие красоты победить, вот, потому что вдруг она оказалась, да, гораздо более сдержанная, вот, а вот тогда это, мне прямо как факт, вот это бросилось в глаза, так что это, конечно же, это есть, сложное там, я рассказывал как-то об этом, что, вот, в Малой Карелой осенью, ну, одно дело там золотая листва такая вот, которая красивая, а другое дело в дождик тоже, вот это буренькое, серенькое, все, а красота есть, ощущаешь, ты ее дыхание такое сложное ощущаешь, сложной красоты, причем такой глубокой красоты, которая тебе в душу закрадывается, а цвета нет, вот, что это такое? Это вот такая сложная красота, которая так вот сложно воздействует, а почему она на нас сложно воздействует? Потому что это наша, вот, это наша красота, не замки Италии, Италии, и ах, какая там, какие тут сады, какой замок старинный, вот, восхищает, а в душу глубоко не проникает, потому что чужое, вот, поэтому, конечно, есть своя особенность, просто ее, не надо стесняться, к сожалению, это как поморский говор, все это, с телевизором это уходит, кому это сейчас нужно, и этого не будет уже, вот, поэтому так вот происходят такие процессы, ну, может быть, это как раз процессы глобализации в отдельно взятой России, когда Москва, ну, это Ломоносов еще там писал, что всех акоть научила Москва. Все-таки, что касается церковного искусства, это искусство сакральное, то есть надо это очень четко разделять, и как-то была передача в Архангельске тем временем, и они буквально собирались, и они рассказывали о сакральном искусстве, вот. Это то искусство наподобие наших, не знаю, каких-то былин, которые вот были рождены, в 10-м, 12-м веке развивались, и вдруг они до 19-х, до 50-х годов еще пелись где-то, вот, а потом как бы это все умрало, это все знали, чем закончится, все знали сюжеты, все знали это, манеры исполнения, какие-то свой окрас, и применение в чего-то еще, там другое, это вот сродни вот этому понятию сакральное искусство, но сакральное это еще немножко другое, это священное, но оно не развлекающее, оно другое, искусство, как там сказали, вот эти концлагеря для евреев, это сакральное место, вот, но, допустим, если соотнестись к этому искусству, там вот другой какой-то есть такой был там, ой, деятель, вот, он сказал, ну, сакральное это ведь скучно, извините меня, это так скучно, сколько можно одно и то же, да, это скучно, но, и концлагерь, это тоже скучно, но, ты вот этот уровень сакральности, ты не отменишь, вот, это разные вещи получается, совершенно разные вещи, говорить правду о страшном и о серьезном, это не развлекает, как бы это, есть, конечно, идеальное, наверное, искусство было бы всеобъемлющее, которое оно все в себя понимает, и которое может воспринимать и мудрец, и, там, не знаю, четырехлетний ребенок, ну, на своих уровнях, но цельно видеть и воспринимать, это, не знаю, есть такое, вот, но сакральное, оно немножко другое, оно повторяет нам одни и те же истины, которые там себе, там, не знаю, человек может повторять, там, вечером, воскресенье, что с понедельника берусь за ум, в общем, изменяю свою жизнь, вот, это, поэтому это другое немножко, которое, искусство, которое о других вещах говорит, потому что оно же разное чуть-чуть, вот, может быть, в советский период вот это искусство, оно пыталось подтянуть себя до уровня сакрального, вот, но в конце концов мы по Европе это видим, оно, ну не знаю, оно не дотянулось и оно как бы ушло и уходит по идее на потребу общества, оно становится социальным, в идеале оно должно быть у них социальным, потому что сакральное ставили сакральное, и вообще это просто уже такие тенденции десакрализации, вот, а тем более в искусстве, это тоже такой отдельный пласт, борьба с иконой, какая-то странная, какими-то странными, не знаю, анекдотическими, такими, не знаю, выставками, к чему-то икону, как бы, чем икона не угодила в этом отношении, это процессы разрушения сакрального, то есть процессы такие вот разрушения человеческого, еще, но это во многом, это много, где это есть, вот, это всегда вот такое вот есть процессы такие, такого, разрушения, которые есть, вот, кто-то на эту сторону работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok